которая, ну, как не новости, не новости, но события. История, которая тоже у меня вызвала эмоции, но уже совершенно другого порядка, и, конечно, не такие сильные, но изрядные, я хочу сказать вам, это интервью Юрия Дудя со Скаром Кучерой. Вот. Изрядно тоже, изрядно, изрядно. Я посмотрела, впечатлилась. И вот, как-то такая, ого, думаю. Ну, дела. Очень-очень широкий какой-то вот отклик вызвало это интервью. Может быть, потому что Юрий Дудь в последнее время делал интервью с какими-то очень приятными, хорошими людьми. И на контрасте так сработало. То ли потому, что ты увидел такой вот портрет человека. Вот мы же каждый стрим про это говорим, что у меня там родственники или друзья вот такие, я не знаю, как с ними разговаривать, а вот они там, что они несут. И вдруг ты видишь такой собирательный образ. И вот он сидит и говорит с Дудем три часа. И ты такой... Ой, в общем, короче, да, тоже тоже впечатлилась. Не знаю, как вам. Мне не очень понравилось. Хотя, опять же, вот с Роднянским обсуждали, он считает, что с такими людьми тоже надо говорить. Но я здесь не разделяю мнение тех, кто говорит, что он просто дурак такой. Я считаю, что он подлец. Он очень четко выбрал выгодную для себя позицию и в этой позиции выступает. То есть другие обстоятельства, и он бы совершенно по-другому говорил. Там нет никакой идеи. Там есть каша, да, но эта каша подобрана исключительно из тех ингредиентов, которые снабжают твою выгоду, скажем так, которые подпитывают твое благополучие. Поэтому в вопросе он тупой или подлый, я считаю, что он все-таки подлый.